От металлоискателя до георадара тюменские поисковики показали журналистам выставку снаряжения в экспозиции то, с чем приходилось работать в экспедициях 30 лет назад и то, что используют в работе сегодня. Например, этот металлоискатель позволяет обнаружить объекты на глубине до 6 метров. Ни одна экспедиция не обходится и без полевой лаборатории. В нее входит сканер для прочтения документов, вкладышей смертных медальонов, а также портативный принтер для печати в полевых условиях. Это два металлодетектора с разницей в 30 лет. То есть с этим металлодетектором, во-первых, штанга там, сама рамка забивалась, она гудела постоянно и руки отсыхали. То есть с этим вы можете 12 часов сходить и рука не устает. А опять же не было, это был единственный металлодетектор, с которым мы работали 30 лет назад. Единственный. Сейчас мы имеем верховой, глубинный, да, очень глубинный прибор. Напомню, в том числе благодаря современному оборудованию в рамках весеннего этапа вахты памяти поисковики нашли и подняли останки 244 бойцов и командиров Красной армии. Личности пятерых из них уже установлены. Спасибо. Спасибо.